Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Овечко. Сегодня продолжу пополнять рубрику шедевры и снова мы увидим, как проходные пешки уверенно побеждают ладью. Партия была сыграна не так давно, так примерно неделю назад. В финале Кубка, в общем, в круговом турнире с гроссмейстерской нормой белыми играл тюменский международный мастер, очень способный, талантливый шахматист Александр Александрович Копылов. Черными тоже когда-то способный и талантливый, а сейчас мегаопытный гроссмейстер, когда-то из Эстонии, а сейчас из Соединенных Штатов Америки. Яан Эльвест. В новоиндийской защите, вот такая разновидность называется, системой Боголюбова с шахом на Б4, здесь у черных есть ходы С, 5, А, 5. Черные разыграли схему, которая раньше считалась очень надежной. Ну и вот сейчас, но с другой стороны, если бы сейчас Саша пошел Е2, Е3, то мне вот эта позиция за черных вообще не нравится. То есть Саша выбрал другое продолжение. Вот, после Е3 конь может встать на Е2, слон Ж2 работает на полную катушку, и мне кажется, что у черных есть некоторые трудности. А после хода конь Ф3 возникла стандартная позиция, и если сейчас взять конем на Д2, то черные играют Д6, потом Е5, где-то А5 ходят. И там тоже вагон и маленькая тележка теории. Александр Александрович взял ферзем на Д2. Я напал на ферзя, и насколько я помню, по рассказам Александра Александровича, предложил здесь ничью. Ну, Александр Александрович очень боевой шахматист, он и в равных положениях он практически ни с кем не согласен на ничью. То есть он всегда пытается найти возможности для борьбы. И здесь предпочел пожертвовать пешку, которую, правда, я не стал брать. Конечно, здесь белые могут сыграть король Ф1, с идеей потом ладью Х1 как-то через поле Х4 ввести в бой. Но этот ход не смотрится. С другой стороны, после конь Д2, конь бьет Д2, ферзь бьет Д2. Мы видим, что конем Ф3 бить нельзя, из-за конь бьет Д4. А после ферзь бьет Д2, здесь черные долго думали, насколько я понял, и решили на С4 не брать. Хотя, после ферзь бьет С4, рокировка, у белых, конечно, есть определенная компенсация. Но доказать, что она тут может быть достаточной для чего-либо, кроме как поддержания равновесия, мне кажется, будет очень сложно. То есть для чего-то большего, чем равная игра. Я предпочел перейти в окончание. И здесь белые решили провести, вскрыть линию С. Уже сейчас был ход С5. Но Александр Александрович провоцирует своего противника на такой достаточно стандартный ход А5. Сейчас у черных немножко ослабли тылы. И после С5 угрожает СД свои игрушки пешки. А черных требуется вот именно сейчас принять важное решение. То есть вроде как ход конь Д7 позволяет рассчитывать на уравнение. А после рокировки очень мощный ход Б5 с такой прямой угрозой С5-С6. Если белым удастся поставить пешку на С6, то ладья и конь автоматически выключаются из борьбы. После этого нужно будет всего лишь перенести действие на королевский фланг, где можно использовать лишнюю ладью и коня. То есть черные вынуждены играть конь Д7. И белые прорываются на ферзевом фланге ходом Б6. На ЦБ последует СД. Но черным стоило здесь пойти аккуратненько Ф6. Сидея на взятие, взять конем на С5. И при случае у них ладья с поля А6 держит пешку Д6. А вот ход ДС, ну мне кажется, черные решили, что у них здесь уже полный порядок. И действительно это было бы так, если бы не одно но. То есть черные угрожают сыграть слон Б7, ладья ФС8. Пешка С5 надежно, конем защищена. Пешку Б5 можно при случае вперед толкнуть. Ладья с поля А6 обязательно нападет на пешку Д6, если белая пешка Д5 двинется вперед. То есть кажется, что все достаточно безоблачно. Но после хода конь бьет Е5, выясняется, что от них требуется достаточно точная игра. Перевод коня на Д6 выглядит естественным. И мой стокфиш, на котором я уже немножко проверил эту партию, считает, что это было правильно. А сейчас похоже, что черные допустили решающую ошибку после Е4. Обязательным было Ф6, чтобы вынудить белых... Белые хотят провести Е5, Д6 и так далее. Так вот, вскрытие линии Ф было бы на руку черным. То есть, конечно же, белые пешки очень опасны, но вот на С7 уже теряется. И хотя по-прежнему компьютер дает белым большой перевес, я не уверен, что здесь так легко играть, как оказалось легко в партии. Но, впрочем, в партии тоже. Что значит легко? Белые немедленно пошли Е5. И это выглядит натуральным Зевком, хотя Зевком не является. Е5. После конь Б7, король Д4. Выясняется, что белые в окончании сидят без ладьи. Пешки у них пока еще никуда не двинулись. Они... Ну, одна на С7 стоит, и остальные вроде как пока еще никуда не отправились. Более того, ну, непонятно, как вообще их двигать. То есть, Ф4, Ф5 точно не пойдешь. На самом деле, позиция белых легко выигранная. У них есть идея сыграть Д6 и разменять белопольных слонов ходом слон С6. Черным становится очень тесно, черным ладьям очень тесно становится в своем лагере. Вот последствия того, что они не сыграли Ф6, теперь на Ф6, конечно, белые еще вперед толкнут пешку Е. И после ладья С8, Д6 уже угрожает слон С6 после размена Д7. И проходит сначала одна пешка в ферзе, а потом вторая. Если попытаться пойти ладья А6, вот так перестроиться, то белые не будут торопиться со взятием ладьи, а подготовят жертву еще одной ладьи на Б5. То есть ладья Б1, ну и потом, скажем, слон бьет А6 и ладья бьет Б5. Хотя, может быть, можно и сразу взять ладья Б1 и ладья бьет Б5. Очень опасные пешки. А в партии все закончилось очень быстро. Черные увидели угрозу слон С6. Сейчас, конечно, белым стоило пойти А3 вот с этой идеей ладьей забрать на Б5. Но они сыграли король Б6. И черные вроде бы немножко ожили. На самом деле, все равно у черных безнадежная позиция. Несмотря на то, что белые пешки заблокированы. А у черных, по сути, лишняя ладья всего лишь за одну пешку. После А4, да, вот я тут рассматриваю ход король Е8. У белых есть еще одна фантастическая идея. Ладья Е2. Король не может пойти на Д7 из-за мата слон С6 мат. А если попытаться создать проходную, то следует слон С6 шаг. Теперь, если король Е8, то просто Д7 забрали слона, забрали ладью, провели ферзя с помощью короля. А если черные на слон С6 закрываются слон Д7, то следует еще один удар. И, в общем-то, все заканчивается. После размена слонов угроза Д7 очень страшная. И защититься от нее черные не могут. То есть, им придется за каждую из белых пешек отдать по ладье. Из пешек С7 и Д6. Ну, в партии последовало А4. И белые просто взяли на Б4. Взяли на А8. И теперь нет защиты от ладья Б8. Шаг. Черные сдались. На мой взгляд, партия очень здорово перекликается с шедевром, который я показал вчера. С партией Тимофеев Хисматулин. Тоже белые пешки оказываются, причем которые достаточно далеко от поля превращения, которые еще проводить и проводить. Белые пешки оказываются сильнее неповоротливых тяжелых фигур черных. Ну что ж, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, деслайки. С вами был международный гроссмейстер Роман Ивич.